Мир всем, друзья. У нас 5 утра, у меня бессонница, потому что я, честно говоря, перемотивирован. Я как раз решил поговорить на эту тему по поводу того, что люди почему-то убивают в свое время. Если вы, например, посмотрите на тех людей, которые чего-то добились в жизни, вы увидите, у них слово вера. Они верили. Они верили в свою мечту, свою идею. У них была какая-то цель, в которую они верили. Они верили в себя, в мужа, в жену, в ребенка. Не суть. Главное, то, что ими двигало, что их мотивировало. Это вера. Сейчас все вокруг стали экспертами и выпустили тонны пустых книг и бесполезных тренингов о том, как перестать прокрастинировать. Мотивации хватает, по сути, только на 2-3 дня. И все дело, знаете, в чем? В том, что цель, о которой они говорят, просто не цепляет. При всей любви к роскошной жизни, машинам, хорошему дому, мебели, это не заряжает. Это не оставляет нас выйти из зоны комфорта. Вот лично я не готов ради этого вставать с дивана. У меня нет ни малейшего желания. Потому что для того, чтобы выйти из зоны комфорта, вот лично мне нужна нехилая такая мотивация. Прям мощная цель, которая прям зажгет меня изнутри. И это явно не машина и не дом. Человек начинает двигаться только в том случае, когда у него появляется надличностная ценность. Знаете, что это значит? Это когда человек хочет того, что за пределами его тела. Это либо великая цель, либо великая идея, не суть. Главное то, что это вне рамок его личности, не в рамках его тела, а выше этого, на уровне духовном. Все дело в том, что мы созданы для того, чтобы верить. Наша естественная природа, наша сущность подточены под это. Мы с рождения верим в Бога. Мы верим в добро. Мы верим в справедливость. Мы верим в то, что наша жизнь имеет смысл. Мы верим в прекрасную вечную жизнь после смерти. Мы верим во все хорошее, и это нормально. Вера – это сильнейший мотиватор. Именно поэтому так успешны те компании, у которых мощный корпоративный дух. Они ставят цели и заставляют людей верить в них и идти к ним. Человек, зараженный идеей, может черпать огромное количество энергии из этой веры и работать сутки напролет. То есть все зависит от вашей веры. Например, когда вас спрашивают, в чем смысл вашей жизни, вы просто начинаете перебирать что-то из серии «семья», «работа», «добро», «творчество» и тому подобное. Хотя вы понимаете, что это не может быть целью вашей жизни. Вы ведь не живете ради семьи или добра как такового, правда? Многие люди этого не понимают, но вера на самом деле приносит огромную пользу. Например, признание единого Бога, его всевластием и осознание того, что эта жизнь по сути ничто, а следующая жизнь – это все, так как она вечна и прекрасна, дает человеку духовное, интеллектуальное и социальное освобождение от всех оков. Верующий человек выходит из рабства, авторитетов, вещей, побрякушек, страстей. Знаете, что значит быть верующим? Это значит выйти из матрицы, в которой находится общество. Большинство вокруг бегут, слепо бегут к поставленной лжесистемой целям. Все болеют лихорадкой капиталистической наживы, комфорта, телесных наслаждений. А с верующими такие трюки не проходят. Верующий не поддается ложным целям, потому что для него главная ценность – его создатель. Стремление к нему. Верующий не мечтает о том, чтобы стоять у панорамного окна в пентхаусе, в рубашке-брионе и попивать с задумчивым видом виски. Верующий не хочет употреблять кокаин и подражать волку с Уолл-стрит. Верующий не хочет жить как животное. Верующий не мечтает о девушке-фотомоделе, которая показывает всему миру свои прелести. Верующий не готов идти по головам ради денег или карьерного роста. Верующий не страдает из-за отсутствия крутой машины, одежды или последнего айфона. Верующий не может убивать время, потому что для верующего время – это главнейший ресурс для совершения благих деяний и приближения к своему Создателю. И по сути, у вопроса о том, как перестать убивать время, как перестать прокрастинировать, есть очень простой ответ – стать верующим, уверовать. Но можно уверовать как в ничтожное и тленное, так и в великое и вечное. Выбор за каждым. Мир вам. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok